Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. И сегодня мы будем делать обзор 35 главы этой книги, который состоит из 16 стихов. Христианские экзегеты так описывают содержание этой главы. Так как Иов молчал, то Иллиуй продолжил свое наступление. В данной главе он в третий раз пытается показать страдальцу, что тот был неправ в своих словах и должен отказаться от них. Он обвиняет его в трех неверных высказываниях и дает четкий ответ по этим вопросам, четкий с человеческой точки зрения. Иов представил религию как незначительную и бесполезную вещь, которую Бог как бы придумал для себя, а не для нас. Иллиуй пытается доказать обратное. С 1 по 8 стих. Иов жаловался на то, что Бог глух к воплям, притесняемых. И Иллиуй оправдывает Бога от этих обвинений. Об этом с 9 по 13 стих. Иов отчаялся и не верил, что Бог повернется к нему с милостью, потому что тот слишком долго откладывал это. Но Иллиуй показывает истинную причину отсрочки, как ему, Иллиую, это кажется истинным. Об этом с 14 по 16 стих. Итак, Иов представил религию как что-то не очень значительное и как что-то бесполезное в глазах Иллиуя. То, что Бог как бы придумал для себя, а не для нас. И Иллиуй пытается доказать обратное. То есть иногда бывает так, что мы ломимся в открытую дверь и подозреваем нашего оппонента в том, чего у него может и не быть. И мы читаем первый и второй стих. И продолжал Иллиуй и сказал, считаешь ли ты справедливым, что сказал, я правее Бога? Святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский пишет, «Кажется ли твоя мысль правильной тебе, когда ты говоришь, я праведнее Бога?» «Каждый человек, который читает текст по истории, наблюдает, что благословенный Иов не говорил, что он был праведнее Бога. Но он говорил, пусть он, то есть Бог, возложит справедливость на меня, и мой суд приведет к победе». Это 23 глава, 7 стих. «Рассматривая именно его жизнь и не зная причин его кары, как часто наблюдалось, он верил, что его наказали ради того, чтобы смыть его грехи». То есть Иллиуй верил в то, что наказание для того, чтобы искупить его грехи, а не за увеличение заслуг. Конец цитаты. То есть в понимании святителя Григория Двоеслова, Григория Великого, Папы Римского, ошибка Иллиуя и друзей Иова заключается в том, что они считают, что наказание от Бога те или иные бедствия, которые Бог попускает, имеют целью, чтобы человек ответил за все дурное. Но это не всегда так. В случае с Иовом, все, что ему посылает Бог, и все то, что он перенесет, это увеличивает его и его заслуги. Чтобы как золото, огнем очищенное от всяких примесей, этот человек просеял. Справедлив ли Бог? Что бы Бог ни делал, Он всегда справедлив и правосуден. Просто мы не всегда можем оценить то, что происходит в нашей жизни. В свое время безбожник Ульянов Ленин писал, что во время войны религиозное чувство усиливается. Это так. Когда жизнь людей на краю гибели, и никто не уверен, не то, что в завтрашнем дне, никто не уверен в настоящем, когда люди с ужасом вглядываются в небо, не прилетит ли что-нибудь враждебное, опасное для жизни, не только твоей собственной, но и твоих детей, тех, кого ты любишь. Неизбежно человек осознает, что ему не хватает именно человеческих средств для того, чтобы обезопасить себя. Ему нужна помощь свыше. И действительно, религиозное чувство, оно обостряется, пробуждается и обостряется, и усиливается в период каких-то тяжелых катаклизм. Таким образом, мы можем предположить, что Бог нечто может посылать нам, попускать нам, в том числе и для того, чтобы через эту встряску мы бы обратились к Нему. И мы читаем далее, с 3 стиха по 8. «Ты сказал, что пользы мне и какую прибыль я имел бы пред тем, как если бы я и грешил, я отвечу тебе и твоим друзьям с тобою». Всякий раз, когда Ильюй пытается воспроизводить слова Иова, как здесь «ты сказал», мы должны к этому относиться очень осторожно. Мы уже убедились в том, что Ильюй не всегда правильно цитирует сказанное Иовом, а что еще более опасно, не всегда понимает смысл его слов. И здесь Ильюй вкладывает в уста Иова вот эти слова, что польза мне и какую прибыль я имел бы перед тем, как если бы я и грешил. И далее Ильюй говорит, «Я отвечу тебе, то есть Иову, и твоим друзьям, с тобой. Взгляни на небо и смотри». «Взгляни на небо и смотри» здесь, казалось бы, избыточное выражение. Если сказано «взгляни», зачем говорить «смотри», если сказано «смотри», зачем говорить «взгляни». На самом деле в Писании вот то, то, что называется смотреть на небо, возвести очи и так далее, это эфемизмы, которые означают, что надо молиться или что кто-то уже начал молиться. «Взгляни на небо». «Взгляни на небо и смотри, возри на облака», то есть с молитвой «возри на небо». «Возри на облака, они выше тебя». «Если ты грешишь, что делаешь ты ему?» То есть, так как Бог бесконечно превознесен над всем творением, как облака значительно выше нас всех, мы не можем своим нечестием как-то бросить тень на Бога. «Что делаешь ты ему?» «Если преступления твои умножатся, что причиняешь ты ему?» «До Бога это все не доходит». «Если ты праведен, что даешь ему?» или «Что получает он от руки твоей?» «Нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность твоя к Сыну Человеческому». Вот здесь на самом деле Ильюй бросает вызов религиозности. И он представляет Иова человеком, который не придает значения ни своим дурным делам, ни своим праведным делам. Все как бы бессмысленно и непонятно, для чего Бог сделал нас именно религиозными. Но это опасное рассуждение. Иов как бы жаловался на то, что Бог глух к воплям притесняемых, и Ильюй пытается как бы оправдать Бога от этих обвинений. Это то, что мы находим с 9 по 13 стих. «От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопьют, но никто не говорит, где Бог, Творец мой, который дает песнь в ночи». здесь немного непонятно вот это выражение «песнь в ночи». То есть Бог есть тот, который даже в тяжелых обстоятельствах сообщает нам некое облегчение и некую радость. Он есть тот, который научает нас более, нежели скотов земных, и выразумляет нас более, нежели птиц небесных. Здесь Илюй указывает на то, что вся эта масса животных, зверей, птиц не представляет такой ценности в глазах Бога, как люди. Человек это существо, с которым Бог ведет разговор. Некий явный или скрытый диалог, без которого существование человека было бы невозможно. Ибо мы существуем словом Бога, и если бы Он прекратил быть диалог внутренний с любой частью творения, она бы прекратила свое существование. Который научает нас более, нежели скотов земных, и выразумляет нас более, нежели птиц небесных. Там они вопиют а Он не отвечает им по причине гордости злых людей. Здесь Ильюй говорит, что когда люди вопиют массово, о чем было сказано ранее, если людям кажется, что Он равнодушно молчит, это связано не с Богом, а это все по причине гордости злых людей. Но неправда, что Бог не слышит, и Вседержитель не взирает на это. Бог слышит каждого человека, живущего на земле, независимо от его религии, нации, когда люди обращаются к Нему, Бог непременно пытается распознать, в чем они нуждаются прежде всего, и обеспечить это для нас. Далее 14-16 стих, Иов отчаялся и как бы не верил, что Бог повернется к нему с милостью, потому что много казни, много судов, потому что тот, то есть Бог, слишком долго откладывал это, то есть разговор с Иовом. Но Иллиуй показывает на его взгляд истинную причину отсрочки, хотя к словам Иллиуя, мы уже договорились, мы относимся настороженно. Здесь очень важно отсеять истину от субъективных каких-то его позиций, как апостол Павел учит, всего испытывай, хорошего держись. И если бы в словах Иллиуя не было бы истины, которая может нас обогатить, зачем тогда несколько глав книги Священного Писания отдавать ему? Далее, с 14 по 16. «Хотя ты сказал, что ты не видишь его, то есть не видишь Бога, но суд перед ним, то есть суд во власти Бога, и жди его, то есть жди, последнее слово всегда будет за Богом». Вот эта мысль, что последнее слово всегда остается за Богом, она должна приносить нам велие утешения, особенно тогда, когда мы видим какую-то несправедливость. Но ныне, потому что гнев его не посетил его, и он не познал его во всей строгости, Иов и открыл легкомысленно уста свои, и безрассудно расточает слова. Здесь Иллювый говорит о том, что да, ты терпишь много, но это не все, что Бог может сотворить с тобою, тебе надо научиться не роптать, молча все переносить. Но разве Иов не сказал «Бог дал и Бог взял?» Конечно, он это сказал. И весь спор заключается в том, что Иова подозревают в каких-то грехах тайных, и что за это Бог посылает наказание. Но это не так. Боль и страдания это то, что может усовершенствовать и возвысить душу Иова. В православной толковой Библии говорится «Отрицающие божественное правосудие и его проявления в истории человечества Иов рассуждает неблагоразумно». Действительно, боль может привести человека к ошибочным высказываниям, к поспешным выводам, но если Бог терпит всех нас и прощает нам наши оплошности ошибки, почему мы, созданные по образу и подобию его, не допускаем подобного по отношению к ближнему? Итак, сегодня мы сделали обзор 35-й главы книги Иова, в ней всего 16 стихов, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах и берегите себя. Пикант «Экзегет», «Экзегет», колбд Hyunд Продолжение следует...